Так, брат, ты залетел на лучший канал, это Спорт Русь ТВ. Я еще до сих пор не понял, почему эта подписка еще не серая. Мы сегодня на NBC Russia 2. И сегодня мы, наконец-то, развенчаем вот эту вот историю, да, вот эту вот липовую, что тут ночь-блогеры спортивные в натурах укачаются. Мы сегодня топим контроль, брат, да. И сегодня в конце выпуска ты узнаешь, что каждый-каждый тут, блядь, химик. Вот так. Мы Спорт Русь ТВ, официальное телевидение, 551 канал, смотрите нас? Конечно, каждый день. И у нас вот вопрос главный. Мы приходим на сценование и видим такие накаченные ребята все. Мы, значит, вон, смотрим, тренируемся постоянно каждый день. Ну, может, тренировки, конечно, неправильные, но окей. Почему они такие все накаченные, как вы думаете? Правильное питание, работа над собой, ну и каждодневный зал. Не знаю, наши ребятишки сказали, что они все химики. Нет. Как вы думаете? Нет, химиков тут нет. На седьмой день Бог создал роли Колмана. Приятного аппетита. Спасибо. Что, кушаешь? Я нет, я уже поел. Это твой друг? Да. Чем занимаетесь? Я бодибилдингом. Нет, понял. Чем пришли позаниматься сюда? Посмотреть сегодня в качестве зрителя. Вот у нас такая инсайдерская информация. Химики тут все, спортсмены. Ну, я не химич. Знаешь, из фитнес-блогера, они химичат? Ну, большинство, я думаю, да. Думаешь, что это их проверить на допинг-контроль? Обязательно. Сегодня проверим их обязательно, брат, потому что мы сегодня допинг-контроль. По-сукотски, как ты думаешь, химик? Конечно, конечно, форма хорошая. Спорт Русь ТВ, 551 канал. Ты на телевидение никогда не попадала? Нет. Ты счастлива? Очень. Что ты попала на самый лучший канал? Да, конечно. Вот смотри, мы сегодня спрашиваем всех посетителей, да, как они вообще относятся к бодибилдингу? Я сама раньше выступала, сейчас пока прекратила выступление свои и пришла поддержать свою коллегу-другу. Многих не устраивает форма сосков своих. Есть такое? Первый раз об этом слышу. И они делают сосочка-пластику. Впервые слышу об этом. Слышала? Наверняка есть такие проблемы у людей. Есть, да? И они делают сосочка-пластику? Ну, наверное, иначе как-то называется, но возможно... Нет, там сосочка-пластика как-то называется. Ну... Как ты думаешь, твоему другу нужна сосочка-пластика? Нет. Нет, точно? У него натуральная грудь? Конечно. Сто процентов. Как ты думаешь, что твоего друга стоит допинг-контроль взять? Берите, я думаю... Пройдет, думаешь, да? А может, он скрывает чего? Ну... Москва. Охружили меня, блядь. Вы случайно не это, как его называется, не гомосексуалисты? Нет. Натуралы. Бля, ну ладно, хуёвый. Я-то я думал познакомиться. Извини. Вот вы как думаете, вот блогеры сегодня выступают, они химики все или натурально все-таки тренируются? Блогеры? Да. На сцене которые? Спасибо. Вот давай, Спасукотский. Химик. Конечно, конечно. Крадько. Химик? Ну, в принципе, да. Бабич. Натурал по-любому. Есть такой Макс Шувригина, знаешь Макса Шувригина, нет? Уже знакомый. Да его никто просто не знает, вот и все. Как вы думаете, я химик? Уже нет. Копать уже, блядь? Здравствуйте. Большое интервью у вас хотим взять. Мы обычные ребята, значит, да, вот качаемся постоянно, но у нас вот нету результата, как вот у ребят, которые вон на сцене. Почему, как вы думаете? Химию принимают, да. Значит, вы думаете, вот эти все химики? Ну, а как вы сами думаете? Я-то стопроцентно так думаю. И я тоже. Я вот знаю, Лёх, что мы тут только вдвоем с тобой на тураху занимаемся, я понимаю. Ты вот считаешь, вот эти все, вот что они такие здоровые? Химики, думаешь, или как? Я думаю, да. Но они это скрывают. Скрывают, думаешь? Да. А в NBC что, они забыли, что допинг-контроль сдавать надо? У нас его нет, к сожалению. Как-то нет. Опа-на, засланный казачок ты сегодня. Я пятерочку, я верну. Да, я вот первый, вот стоит на связи, вот я вижу. Я претендент номер один. У него брат в шапке вообще пришел, блядь. Я думаю, ну что они, блядь, там бахают, что вообще охренеешь? Как ты думаешь, что ты по-любому на химии? На химии. Ну, сейчас спросим их. Брат, скажи, пожалуйста, почему ты в шапке? Ну, блин, мама подарила. А, и ты что, мамка подарила, буду ходить везде в ней? Ну, почему бы и нет, да. А это твой подопечный? Да, мой друг, он выступает. Выступает. Как ты думаешь, на химии он или нет? Подкалывается дома? Допинг-контроль сдаст. Допинг-контроль сдаст. Как ты думаешь, вообще, есть смысл химичить вообще на соревнованиях? Ну, вот у нас на борьбе, как бы, люди химичат реально. Да? И что? Ну, как бы, есть такие, но не палятся. Не палятся? Ну, да. А тут, думаешь, есть такие? Ну, блин, я не хочу ни за кого говорить, как бы. Ну, если химичат, химичат, это их дело. Я отношусь нейтрально. Они не ожидают, а представители ВАДы, блядь, не дремлят. И мы сейчас, значит, победителя будем на допинг-контроль проверять. Вот так. Ты далеко не уходи, не уходи, не уходи. Неожиданно, да? Опа-на! Засланный казачок. Нормально, нормально. Я готов. Ты готов? Я готов. Бля, не застел, смотри. Так, ты думаешь, ты что, ты в натураху ебашишь? Ну, само собой, ну ты же знаешь. Вот это поворот, блядь, я не знал. И как ты таких объемов добился в натураху? Ну как, я твои видео смотрел просто, вот и все. Так, а сейчас в натураху? Да. Брат, ну ты умеешь. Ты знаешь, ты знаешь. Помнишь меня? Помнишь меня, я твое футболку надевал. Помнишь меня. Помнишь меня. А ты знаешь, что она пропитана с установленным? Блядь, вот она что. Вот она что, Михалыч, вот она что. Красава, красава. Здорово. Здорово. В NBC обязательный допинг-контроль. Ну, на здоровье. Знаешь, у профессионалов нет допинг-контроля. Ну я-то про тебя не имею в виду, брат, я знаю. А вот подопечный, в натурах утренируется? Конечно. Так, теперь мы будем разговаривать по-другому. Допинг-контроль. Да, засланный казачок. Так. Опа-на. Так, это твой подопечный? Смотри, не получится. О, блядь. Могу я подписывать. Да, блядь, расплавится, блядь, еди на. Сухарятся, сухарятся, химики. Кайфую от канала, подписывайтесь. Симкин ПРО, атлет. Я вообще сколько вот, ну когда начинал заниматься еще, когда-то что-то пытался, вот все благодаря нему. Сейчас занялся более профессионально, с тренером. Пытаюсь вот в новички выйти, подготовиться. Ну и как, как у тебя обстоят дела вообще? Сказать честно, это все очень тяжело, на самом деле. Это реально очень тяжело. Это труд, это несколько зал, все остальное. Дисциплина, опять же. Ладно, ладно, дисциплина такой. Скажи, пожалуйста, мне кажется, основа-то другая. Я понимаю, к чему ты говоришь, да? Ну, ты как? Основа. Из химиков? Основа. Основа есть, да? Основа есть. База. Так, брат, ну ты подписан просто на меня, из-за этого я не буду тебя проверять. Как ты думаешь, все химичат? Вот блогеры химичат? Все химичат абсолютно точно. Точно. Сто пуду. Вообще. Как ты думаешь, кого нужно проверить? Вот главный химик, кто? Кто главный химик страны? Невский. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Так, вы тоже выступаете? Нет, я пришла поддержать свою команду. А, это у вас поседневная одежда? Да. А почему вот именно вот в такой наряд? Дело в том, что у меня своя команда спортивная, девушки, которые выступают. Это бикини, это фит-модели. И команда у меня называется чертовки. Вот, слухно говоря, да, чтобы поддержать боевой дух команды, я вот в таком образе. Ну, мне говорили про чертовок, такую инсайдерскую информацию, что девчонки у вас на химии все. Что? Это неправда. Я засланный казачок сегодня. Хорошо, давайте, доставайте свои проверки. Так, ты будешь за команду создавать? Да. Легко. Легко. Легко вообще. Девчонки, как ты думаешь, химию используют в бодибилдинге? Ну, это все зависит, я думаю, от уровня квалификации спортсмена. На любительских соревнованиях смысла абсолютно нет. Ты использовала фармакологию когда-нибудь? Я не использовала никогда фармакологию. Точно? Точно. Я лично буду проверять. Игорь, что ты тут делаешь? Я сюда пришел, чтобы посмотреть организацию турнира. А-а-а. Все косяки. Где же главный косяк, как ты думаешь? Я фиг его знаю. На данный момент я вижу то, что мне все нравится. Как ты относишься к такой номинации, как фитнес-блогеры? Вот у меня сейчас есть фитнес-блогеры, есть. И они будут тоже выступать и друг с другом, как бы, ну, зарубаться. Я вообще к новым номинациям отношусь положительно, лишь бы их не было на сцене, где есть бодибилдинг. Вот так вот мнение профессионала АББ. Субтитры делал DimaTorzok Братишки-ребятишки, значит. Ну, мы нашли этих, значит, виновников торжества. Это, значит, наши фитнес-блогеры. Тебя никто не знает, представляешь себе, брат? Я спрашиваю всех, хожу, блядь, Максов, Шеврыгина знаете? Он говорит, Шурыгина? Знаем, Шурыгину. Шеврыгина нет. Просто они меня не знают, потому что я их еще не знаю. Вот и все. А-а-а. У тебя подписчики только те, кого ты лично знаешь. Да-да-да. Мама, брат, сестра. Мама, привет. Ты уже спалил, падла. Да. Что мы сегодня засланные казачки. Ты готов сдать? Но мне скрывать нечего. Я всегда готов. Ну, я знаю, но мне... Ну, что ты гей, все знают? Теперь все знают, а так никто не знал. Скажи, пожалуйста, кто твой избранник? Мой избранник ты. Ты изменяешь в игру Войтенко? Все кончено. Что? Что дает? Макс, вот ты сто процентов натурал. Ебать, я форма пушка. Почему Роллтон не сработал? Не та методика. Конечно. Почему? Все сдают в одну баночку, а потом бабич химик, бабич химик. Потому что до меня кто-то... У меня баба, у меня все стерильно, брат. Я подготовился для каждого. Все стерильно. Все стерильно. Все сдают. Только ты боишься? Мы бабича обязательно проверим и покажем вам, да, насколько у него честные анализы на его канале, кстати. С тобой сегодня будут соревноваться атлеты. Юрий Испус Сукотский, Крадько, Артур. Кто еще там будет соревноваться? Никулин. Его, Никулин. И вот этот вот, Шурыгина. А, и Шурыгина. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, они химики, вот эти вот тройка боевая вот эта? Тройка, да, но Юра, Крадько и Никулин, ну, думаю, что сто процентов они заряжены. А блогер, которого мне надо называть? Он натурал по-любому. Посмотрите на него. Вчера я инсайдерская информация сказал, если я проебу всех отхуярю на сцене, боишься, Крадько? Он же выходил на битву за хайп, и он меня туда звал, блин. Я говорю, да гонишь, что ли? Сегодня звал на их гейн, на битву за хайп, на бодибилдинг. Ну-ка, везде. Вы похуй, где ебашится зарубаться? Артур, Крадько, респект, брат, тебе, блядь. Это молодец. Как тебе соревноваться с химиками вообще? Не хочется, ну, поставиться? Честности нет. Хочется, чтобы они попробовали показать хотя бы то, что у меня есть, без фармы. Так, брат, ты сегодня за победой? Конечно, конечно, форма хорошая. Форма пушка, форма пушка. Бабич жалуется, говорит, ну, с химиками соревноваться сложно. Ну, любое вещество, это же с химией, даже кусок хлеба, это же тоже из веществ. Ты на хлебе или на сустаноне сразу, признайся нам? Все хотят, чтобы спортсмен в чем-то признался, вы заметили. В прошлый раз он хотел, чтобы я признался, что я гомик. Брат, ну, я сегодня засланный казачок, брат. Ты понимаешь, да? Да. Готов? Докажем, что ты натурал? Да, надо быстро кого-то выдернуть, чтобы за меня пописал, и нормально. Второй раз уже блогерские соревнования, ну, и они собирают вот этот хайп. У нас очень классно, у нас уже 11 участников, в прошлый раз было 5, есть разница? За полгода. Это очень круто. Я считаю, что все блогеры России в следующей категории придут. Ну, а что нет? Как называется? Кто, ты думаешь, все-таки победит? Я не знаю, у нас сильная категория, вот именно в категории классик везде каждый заслуживает призового места, мне кажется. Так что будет интересно. Так, братух, здорово. Еще раз. Еще раз здорово. Мы сегодня, блин, видишь, как не представители СМИ, мы сегодня представители допинг-контроля. Влада, понимаешь? Я пройду, я чист. Мы по-честному в тебе, брат, не сомневаемся. Ну, у нас вопрос. Как ты думаешь, вот здесь многие на фарме сидят? Слушай, я даже не знаю. Ну, судя по внешнему виду, большинство, я думаю, все натуралы. Все натуралы. Я тоже так думаю. Опять ты сегодня, я так понял, один, да, у нас в номинации? Да, я ожидал, вот вообще-то кто-то мне именно... Да, даже мой, блин, слился, персонал. ...конкурента, но походу сегодня буду опять один представлять категорию паралимпийца. С одной стороны приятно, вроде как ты один, а с другой стороны хочется зарубы, конкуренции, и чтобы, ну, была еще больше мотивация в подготовке. Потому что тут ты едешь, готовишься, но вроде как ты понимаешь, что ты все равно будешь первый. Ну, в общем, здесь делаешь форму для себя. Поблажки, если какие-то дела. Нет, я делал так, чтобы быть лучше, чем в том году, да. Смотрите, ребят, у нас достаточно большая аудитория, может быть, кто-то, да, имеет инвалидность. Давайте составим парню конкуренцию. Пора, уже давно, потому что уже третий раз выступаю, и все время один. Я думаю, мы еще обязательно разместим в описании ссылку его, вот. Обязательно подписывайтесь, потому что такие ребята, правда, блин, заставляют двигаться. Все, спасибо. Спасибо тебе. Так, нашли, блин, главного бойца, блядь, современности. Блевуна. Не, блядь, не, не, брат, ты уже доказал, блядь. Блеву удава. Ты же, блядь, доказал уже, там, разъебал по проводу, я видел. Окей, да, было дело, задушил. Теперь я добрый удав. Поговаривают, что, блядь, все не по-честному, блядь. Что именно, все честно? Не-не-не, ну что, блядь, на химии ты, брат? Да, я на химии, конечно. Ты на химии? Конечно. Не скрывай, что это нормально. Вот наша химия, целый стенд. Ах ты, блядь, вот такие тражопы, блядь. Я так понимаю, есть ли какие-то там планы, может быть, дальнейшие там выступления и что-то еще? Слушай, ну как я уже всем говорил, я там тупо из-за бабок. Мне эти единоборства на хуй не нужны, вот реально. Ты просто зарабатываешь? Тупо деньги, да, там платят. И что, как там платят? Там охуенно платят. Я тебе так скажу, некоторые из ребят только за выход забирают 150. Ну это нормально, достойно. Я поменьше гораздо. Типа ты не настолько хайповый, да? К сожалению, да, но я слишком добрый, то есть не развожу конфликты и так далее. Может быть, как это, устроить какой-нибудь этот вот там... От своего образа не откажу, ну не отойду ради шоу, то есть я какой есть. И вот встроить из себя долбоеба я не хочу просто. Бля, ну это мнение, брат, спасибо тебе. Короче, смотри, брат, ну мы подошли из-за того, что, блядь, ты слишком натурально, блядь, выглядишь, брат. Да? Блядь, как таких объемов добиться, блядь, выглядишь просто, блядь, как будто, блядь, ты из космоса. Ты говоришь про шишки в икрах и в плечах, наверное. Так, ну-ка, покажи икры. Нихуя себе! Встретствие моей, как бы, дурости в молодости и до сих пор вот у меня это проблема. А почему так? Ну, начал тренироваться, я понял, да. Ты пошел в тренажерный зал, вот это ошибка. Мы смотрим на спортсменов с тобой. Вот как мы с тобой в Натураху, да, они? Или все-таки они все-таки перхимичивают, как ты думаешь? Мне кажется, химичат только бикинистки здесь. Остальные все Натураху. Ну, как мы, блядь. Примерно. Сто процентно, брат. Спасибо, брат. А у нас вопросы, как всегда. А у меня сторис, я не могу. Я занят, у меня работа, я работаю блогером. Дмитрий, вот вопрос главный к вам. Ну, вы же замечательно понимаете, что многие, значит, юлят, используют химию. Так. А мы же с вами... Типа не все. Ну, конечно, мы же с вами настоящие натуралы. Мы физкультурники. Да. Мы же не там, мы же тут. Да. Тут-то оно не надо, там-то оно без этого никак. Многие беспокоятся. А то, что, значит, соски на сцене у них не очень. И многие делают сосочка-пластику. Как вы относитесь к этому? Я против. Против сосочка-пластики. Вот так вот. Когда у тебя хорошая зарядка, соски и так торчат. А когда у тебя соски висят, это значит, гормональный фон нарушен. Вам к специалисту. Дмитрий, давайте лучше пригласим на нормальные соревнования, ребят. 23 ноября. Суббота. Малая спортивная арена Лужников. Первое и самое главное. Тройной прыжок от Виктора Симкина. Состязание для любителей, для тех, кто по эту сторону. Для тех, кто может сжать, толкать, тянуть, бегать, прыгать, подтягиваться и тусоваться. Как тебе понравилось? Да, выступаю уже не первый раз в этой федерации. Очень круто. Организация крутая на самом деле на уровне западных. Очень приятно было стоять на этой сцене с такими сильными спортсменами. Действительно сильная очень категория. Я не знаю, как судьи выбирают победителя. Это очень сложно на самом деле. Бодибилдеров почему-то мы заметили. На бицепсах засосы. С чем это связано? Сами себе ставим, чтобы думали, что за нами девочки бегают. Ты сможешь так сделать? У нас вопрос главный. Я не знаю, ходим, постоянно смотрим на ребят. И у многих почему-то, именно у больших ребят, засосы на бицепсах. Как ты думаешь, почему? Не знаю, девочки, может, настолько любят сильно бицепсы, что они прям впиваются в них. Думаешь? Возможно. У тебя такое есть? Вроде нет. Нету? Моя не присутствует. Не присутствует. А я вот думаю, знаешь, что они сами, короче, себя целуют в бицепсе. Понял? Да. Можно быть такое? Не исключаю. О, вот почему засосов-то нету. Просто не дотягивается, блядь. Вот и все. А ты дотянешься? До чего? До бицепса поцелуем. Изи, брат. Так-то и бицепсы еще есть. А видишь, сейчас засос видно. Засос вот. О, ты даже до туда дотягиваешься? Нет, до туда не дотягиваешься. Пока еще не Мерлин Мэнсон. Два ребра не удалил. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Я доволен твоей формой. Да? Серьезно? Я не оправдан. Знаешь, вот тебе бы засушить бы низ. Ноги. И вообще, вот не хватило пипец как вот жесткости снизу. Жесткости снизу капитально не хватило. Но. Поможет мне. У тебя ноги были сетки. Хоу его знает. Хоу его знает. Ну, если научишь меня драться, то да. Хорошо. Не вопрос. Короче, смотри, братан. Красавец. Ну, ты доволен? Ну, в принципе, да. Я так и рассчитывал. В тройку войти, да. В этом году намного лучше форма. Блин, ну, послушай. И вес меньше у меня, чем в том году, да. Ну, готов в следующем году всех разъебать? Я думаю, да. Сейчас я готов разъебать на шоу Умирана кого-нибудь. Так что давайте вызовы, там пишите Артура. Все, красавчик, братан. Следующая категория. Ты куда попер? Ты куда попер? Смотри, обдертую дали. Да нет, ты просто понял. Ты никакое место не занял. Никакущий. Не, ну, серебряный. Ты сегодня призер. Насколько ты доволен? Я вообще разочарован. Недоволен вообще никак. У меня уже такая одна есть, только не обдертая. Такая же еще одна. Опять второй. Это самое обидное. Скажут, дубликат сделал. Почему ты думаешь, поставили Маркса на первое? Вообще без понятия. Ну, по мне, к честному, он вообще последнее место занял. Вот я сейчас как оцениваю? Я не знаю, честно. Именно в этой категории, да. По Мэн-Сизикам он там всех подрал. Но тут не хватило объемов. Все-таки тут нужны объемы. По мне, вообще, Супсукотский выиграл. Вот честно. Ну, его вообще задвинули? Что, как думаешь, судейство? Почему так решило? Ну, наверное, критерии какие-то личные у них появились. Я не знаю. Может, новые какие-то. О которых мы просто не знаем. Может быть, они самого натурального выбрали? Как ты думаешь, фитнес-блогер должен пропагандировать натуральный, может быть, спорт из-за этого? Наверное, надо с формой слазить. Во! Во, братан! Почему форму не очень привез? Я сейчас готовлюсь к более важному событию в своей жизни. Я готов... Буквально с подготовки я уже говорил своим ребятам, это два дня без воды. Все. А что вообще? А куда готовишься? Расскажи. Я не могу рассказать, но... А, это нельзя, да? В приоритете именно то событие, а не это. То событие. А это вообще не с формой связано, я так понимаю, да? Абсолютно. Это в другом жанре немного. Скоро узнаете. А-а-а! Я приблизительно понимаю, кстати. Ну, ладно, не будем раскрывать секреты. Ты доволен вообще результатом? Я доволен, а Максу прямо сказал. Я говорю, Макс, я рад, потому что если бы мне дали золото, я бы был немного недоволен. Потому что Макс показался... Ну, будем откровенны, он себя круче показал. Танец сделал. Ну, ты понимаешь, ты-то в на дураху ебашешь. Или как? Да. Чувствуешь? Чувствуешь? Ха-ха-ха, ладно, ты знал бы. Ну, Макс, по-любому подхимичивать, как ты думаешь? Ну, это такой спорт, на самом деле, что тут бывает, знаешь, химик-дрыщ, а дрыщ не химик или наоборот. Ну, то есть здесь сложно сказать. Я думаю, 50 на 50. Мы нашли блогера, который всех разъебал. Дядя. Которого никто не знает. Теперь вы меня знаете. Вот, ты начинаешь завоевывать имя себе. Но пока нет, пока нет. То чувство, когда ты в виде балл химиков. Ну, баночку придется посадить. Придется посадить, брат. Мы, короче, сейчас тебе даем банку. Ты ссышь, короче. И мы сдаем ее на анализы. И в следующем выпуске мы тебя приглашаем к себе домой. И обсуждаем твой анализ, ты понимаешь? Да. Все, ты готов? Я готов. А бабки заплатите? Заплатим. Все, анализы оплатим тебе. Все, что хочешь, сделаем. В жопу бутылку засунем тоже за бесплатно. Так, ну что, брат, вот ты и посмотрел этот пушечный выпуск. Как вы поняли, братишки, ни один не сдал анализы. И это все объясняет химики просто всех. Ну, понятное дело, кроме меня. Пиши об этом в комментариях обязательно. Ну, а с тебя, как же я, царский-королевский. Да? За наши старания и труды. Ну, и лобик, лобик подставляй, подставляй. Люблю тебя безумно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!